Поэзия и музыка против политических репрессий. Казахстанский коллектив под названием «Слог» репетирует новую пьесу, главный посыл которой направлен против политической апатии. В то же время молодые люди подчеркивают, что их деятельность связана исключительно с искусством. Асия Тулесова пришла, чтобы поддержать коллектив. Асия – активист. Недавно ее выпустили из-за решетки. В заключении она провела 15 дней из-за того, что устроила пикет. В руках она держала плакат с призывом о проведении свободных выборов. Любые попытки выразить свое мнение не репрессируются, подавляются через аресты, штрафы. Людей отправляют, активистов отправляют массово в армию. Вот это все, что осталось. Мы можем заявлять о себе через искусство. А понятно, что делать-то что-то надо. Вот есть вот этот запрос и есть вот это народное движение за перемены. Предвыборная кампания в Казахстане в полном разгаре. На пост президента страны претендует семь кандидатов. Когда Нурсултан Назарбаев ушел в отставку в марте этого года, временным президентом стал его близкий соратник Касым Жамарт-Такаев. Сейчас в качестве кандидата он выступает за стабильность и преемственность. Эти выборы станут первыми без Нурсултана Назарбаева, которые пройдут в постсоветском Казахстане. На посту президента он находился почти 30 лет. Власти страны обещают свободное и честное голосование. Однако наблюдатели считают, что шансы на победу есть только у ставленника Назарбаева. Хотя Назарбаев и ушел в отставку, его присутствие ощущается на каждом шагу. Его именем названы улицы. Он по-прежнему носит титул лидера нации. Столица страны в его честь была переименована из Астаны в Нурсултан. И тем не менее местные жители ожидают выборов с оптимизмом. Сейчас, мне кажется, такой момент настал, что нужно показать, что народ может взять в свои руки что-то. Конечно, хочется верить в лучшее, что все изменится. Ситуация, которая на данный момент улучшится. Демократия – это иллюзия. Есть соответствующие люди, которые управляют. А мы только лишь, как бараны, идем в заданном направлении. Амиржан Касанов делает ставку на протестное голосование. Он первый оппозиционный кандидат, который был зарегистрирован на выборах за последние 10 лет. Шансы я оцениваю достаточно высокие, потому что, еще раз, это протестный настрой. Люди видят, как в других странах, в том числе и постсоветского пространства, меняется власть. Ничего страшного не происходит. Многие оппозиционно настроенные люди в стране призывают к бойкоту голосования, так как уверены, что все кандидаты на нынешних выборах связаны с коррумпированной властью. Асья Тулесова в день голосования планирует работать наблюдателем. Ведь все прежние выборы свободными и честными международным сообществом признаны не были. Я надеюсь, что в конце концов, ну вот это общественное давление заставит власти признать, что нам реально необходимы такие реальные выборы с независимыми кандидатами. И, ну это, конечно, это самый лучший расклад. Девушка уверена, что и эти выборы не будут честными и свободными. При этом она отмечает, что сейчас Казахстан находится на перепутье. Асья надеется, что молодые активисты Казахстана объединятся во имя демократического будущего страны. Казахстан